Утренние выпуски российских госканалов начались сообщения о взрывах по всей Украине. Серия мощных взрывов в центре Киева, в Харькове, Днепропетровске, во Львове. Сообщается также о взрывах в Харькове, Одессе, Львове, Днепропетровской и Житомирской областях. О взрывах рассказывали очень подробно. Это мост имени Кличко в украинской столице. Но без уточнения о том, кто именно стоит за этими взрывами, умалчивалось. Лишь иногда с иронией проскальзывали намеки в сюжетах. Следует подчеркнуть, что Арестович уже неоднократно заявлял о якобы закончившихся в России ракетах. Но они не кончаются. Уже после этих его слов инфраструктурные объекты продолжали разрушаться. Часть дня по Москве Владимир Путин выступил на экстренном совещании Совета безопасности. Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. И риторика госканалов изменилась. В передачах ведущие эксперты начали вспоминать взрыв на Крымском мосту и обвинять в происходящем сегодня Украину и Европу. Поздравили. Поздравили спецслужбы с этим, понимаете, удачным актом. Интересно, а нас они за сегодняшнюю калибровку тоже поздравят, да? Неужели они не понимали, что они уязвимы, что им нечего противопоставить нашим крылатым ракетам, тем же дроном? Ну не могли они этого не знать. Тем не менее, мост. Тем не менее, глумятся. Тем не менее, Даша Дугина. Они выпустили джины. В личных телеграм-каналах военные корреспонденты не сдерживались. Ирина Куксенкова, Первый канал. Что с лицом, не братья? Доброе утро, страна! Георгий Медведев из Донецка. Сотрудничает, например, с Царьградом. А что если сегодняшнее утро для нацистов – это всего лишь учебные стрельбы наших мобилизованных? К злорадству российских госканалов и военкоров присоединились депутаты Госдумы. Просто доброе утро. У охотников говорят – гусь пошел. А осень теплая. Мог бы еще на северах посидеть. Но не терпелось ведь. Шуганули взрывом по мосту. Теперь радости поубавятся. Это ускорит наше движение к победе. А победа будет только за нами. Совершенно очевидно, что граждане поддерживают решительные действия президента. Настроение у многих улучшилось. И главный пропагандист и ведущий Арти Антон Красовский написал так. Сказать, что я счастлив – это вообще ничего не сказать. Я просто танцую на балконе в пижаме «Армия России». А вот что написала его начальница Маргарита Симонян. А вот и ответочка прилетела. ЧТД. А ее муж, ведущий Тигран Киассоян, вспомнил нового командующего российскими войсками в Украине. Положительно удары по Киеву и другим городам Украины восприняли те, кто последние недели критиковал Генштаб. Вот, например, глава Чечни Рамзан Кадыров. Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала. Так что хватит жаловаться, как дешевка. А лучше, пока не прилетела – беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все 100% доволен проведением СВО. А бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков и сторонник эскалации войны спрогнозировал, что изменение ситуации на фронте возможно только при продолжении ударов. Но эффект будет отнюдь не мгновенный и начнет сказываться не ранее, чем через несколько недель. И то только при условии, что удары продолжатся и будут системно выбивать уцелевшие объекты. А сейчас враг, наоборот, будет вынужден, наоборот, торопиться с наступательными операциями, пока его тыловая инфраструктура остается дееспособной. Продолжая прогнозировать попытки врага провести до конца октября одну-две крупномасштабных наступательных операций. Вечером на госканалах продолжили обсуждать взрывы в Украине, упоминая, что они и в Кривом Роге. Взрывы в Кривом Роге. Родина украинского президента Зеленского.